Всем привет! Как вам такое? 12 рабочих мест обещает организовать предприниматель Острейкин Иван из Уральска, если волосе города дадут ему в аренду придомовой захламленный земельный участок под организацию летнего кафе. И вот с этой идеей он сейчас отбивает пороги Акимата, по словам предпринимателя, от того, что он возьмет в аренду земельный участок, выигрывают все. Это налоги, рабочие места, досуг для жителей и гостей города. Это благоустройство всей близлежащей территории. Участок находится в центре города, возле универмага. Тут вообще целая помойка. Ну вот, я вот сейчас жду комиссию, которая должна приехать и посмотреть на этот срач. Я его давать, я в аренду возьму, что-то деревья попилю. Вот смотри, видишь, хлам машины стоят, они никому не нужны. Вот стихийная помойка. Да. А вот торговый центр, поиспосерик. Самое главное, это земля общего пользования. Она принадлежит городу. Но город не следит за ней почему-то. Когда говоришь, давайте я буду следить, делать порядок здесь, возьму в аренду. Никто сюда не приходит, никто не говорит, а помойка встает в сутки. А вы здесь хотите что-то организовать, да? Миша, я раньше хотел здесь, в принципе, рынок маленький сделать. Потом, говорит, нельзя. Там у меня летник же большой был. Я потом покажу фотографию. Летник, когда был опять, где люди ходят, летник когда убрали и весь бардак начался. Люди смотрят, что хозяев нету. Ну давай, начнем гадить. Все гадят, а когда Акимат обращаешься, давай я сделаю. Они говорят, нельзя здесь сделать ничего. Это земля общего пользования, городская. А гадить можно, то есть убирать, никто не убирает. Ну, как все-таки реагирует на это власть? На недавней встрече Акима Горда с предпринимателями Иван еще раз поднял эту проблему. Он рассказал о своей идее. Акиму она понравилась. Он дал поручение работникам Акимата земельного отдела сделать выездную комиссию для выделения участка. Об этой проблеме знает и Акимобласть Алтай Культгинов, так как в его бытность Акима Горда он тоже обещал решить этот вопрос. Земельная комиссия так и не приехала к Ивану. Они даже не торопятся. Ну, а пока идет время, предприниматель получил от городских чиновников депешу, что необходимо демонтировать. Уже построенный в 2013 году летник, так как по договору на аренду другого земельного участка подлетник истек аж в 2016 году. А вот вы обращались в Акимат? Отказ был. Сколько раз обращались? Ну, здесь два раза. Здесь, если один раз обращаешься и говоришь, что земля пользования, вам нельзя. Я вам сюда абсурд, я не пойму, как вы думаете. Вот здесь вот так можно? А хорошо сделать? Вот у меня вот здесь была, вон там клумба была, вот здесь сейчас стоит телевизор. Там были цветы. Приходят, ставят, цветы затопкали. Я говорю, вы что делаете, мужики? Так же нельзя, я сажал. Аня говорит, а кто ты такой? Я говорю, ну я здесь кафе. Это не твоя земля, это городская зина, что хотим тут? Бах, поставили, уехали. Акимат пошел, они говорят, у них разрешение будет. Все. А в догонку чиновники возбудили административное дело в отношении Ивана за незаконное использование земельного участка и оштрафовали на 220 тысяч тенге. Но кто скажет, что государству не помогает предпринимателям? Это что, не помощь? Вообще есть и положительный момент. У этой истории есть предыстория. В 2003 году предпринимателю удалось убедить городскую власть в выделении в аренду земельных придомовых участков. Договоренность была устная с тогдашним Акимом города Мукатаевым. А вот этот летник, вы как предприниматель частный, да, организовали его, это в виде кафе был, да? Это кафе был, это при Акиме Мукатаеве, дай бог ему здоровья, он тогда разрешил поставить, но землю не оформляли там. Просто по факту работа и не надо было землю. Она стояла потом. А никак не оформили землю, да? Нет, не оформлял. Ну, потому что ведь летнее кафе, а здесь нельзя оформить, здесь дело в другом. Здесь кабель телефона проходит. Или кабеля 2. Здесь можно только благоустройство сделать. А лёгкое что-нибудь в виде кафе? Лёгкое, да. Лёгкое кафе, в виде летника, да? Это допускается, допускались. Всё, я добро получил. Делать вот только остался кусок-то бетонированный. А при реконструкции дороги вот это наваляли здесь. Яму сделали и уехали. То есть присерлить. Вот такое здесь хозяйство. Иван установил летний кафе, благоустроил близлежащие территории, но уже в 2009 году ему пришлось демонтировать один из летников, так как, по словам предпринимателя, на занимаемой площади должны были пройти ремонтные работы. Чиновники ему обещали вернуть участок после ремонта. Обещание под предлогом, что это земля общего пользования, не было выполнено. В настоящий момент перед предпринимателем стоит вопрос, либо закрыться вообще и распустить работников, либо добиваться расширения своего бизнеса. Но для этого необходимо открыть летнее кафе. Вообще, Акимат должен быть заинтересован в том, чтобы этот участок был благоустроен, тем более... Тем более, это центр города. Кульгиново я был, обращался к Кульгиново. Вы молодец. Если город не может делать, отдайте вам, вы делайте. Я проконтролирую. Все осталось до Кульгиново далеко, а местные чиновники ничего не делают. А как далеко? Акимат и областной Акимат, они рядом, они близко? Нет, он тогда городской был. А, ну тем более... Тогда обязали вот этой службу всей, давайте посодействуйте, Иван Яковлевич, чтобы он сделал. Я в эту службу хожу, они от меня шарохаются, убегают. Ну, я не знаю, откуда тогда идет этот вся негатив. Сверху что? Ну, если вверх иду, вверх говорят, ты молодец, сделай. А когда касаюсь вот этих мелких чиновников, они ничего не делают. Им зашли, за это ничего нет. А теперь посмотрите, в каком состоянии находится близ лежащая территория возле кафе Уивана и общежития Гаухар. Территория является местом общего пользования и находится в видении городского Акимата. Фото и видео здесь сделано 11 мая, то есть вчера. Я был в палате предпринимателя. Было заседание, был Аким города. И сказал, в четверг здесь все приедут в службу и посмотрят, что здесь можно сделать. Я 50% вкладываю, город 50%. Нормально? Аким говорит, хорошо, давайте. Я жду, никого нет. Я не знаю, здесь иногда последний выход остается к журналистам обращаться, обращаться к прокуратуру, к палату предпринимателей, туда-то в Астану, в Алматы, куда-то обращаться, потому что местная власть, что-то не шевелится. Надо все-таки отдать должное Ивану, то, что он не опускает руки и все-таки продолжает верить и добиваться того, чтобы ему выделили эти участки в аренду на определенный срок для организации бизнеса. Для этой цели он сейчас обратился в палату предпринимателя Атамикен, надеется, что там ему сейчас помогут. Далее он будет обращаться все выше и выше, надеясь, что все-таки чиновники обратят внимание. И здесь уже другой вопрос встает. Чиновники городского Акимата должны понимать о том, какую пользу может принести этот предприниматель для города, для бюджета. А для нас всех эта территория будет благоустроена, и там всегда можно будет туда зайти, выпить кофе, покушать. В общем, весь сервис, который он мог бы предоставить, это было бы полезно для нас, жителей города Уральска. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И вот этот маленький лекарь еще стоит, да? Сейчас он у меня работал, наверное, в 2002 году. Куда, бедно, как-то людям можно выйти, покурить летом. Посиделось. Сейчас отдал опять заявку на этот летник, на пройдение. Сказать, нет, нельзя, говорит. А почему нельзя? Опять же написали, что земля общего пользы будет. А, уже даже это кафе они хотят пробивать. Да, не хотят. Просто у меня сейчас люди увольняются. Не хотят. Говорят, ну а что, как они будут работать? Денег нет. Сейчас лето наступит, а они что, в зимник не ходят. В летник более-менее. А в связи вот с этим кафе, если его уберут, то на сколько человек сократится у вас в штат? Ну вот сейчас вот этот убрали, у меня на 8 человек сократилось. Да нет, на 10, сторож еще. Сейчас это на 8 сократится. Даже не на 8, а могут уйти все. Помогайте мне все. Сказать, нерентабельно. В общем число сколько человек сократилось бы? А сейчас, если все уйдут, 12 человек не будет работать. 12 семей не будете получать. Так, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok